Вы уже знаете, что я средне разочарован, что семинарии и академии находятся на столь далеком расстоянии. Приходится много времени тратить. Я помню, пытался с вами рассматривать тему о границах церкви и обещал вам хотя бы несколько сказать о точке зрения отца Георгия Флоровского. И потом мы с вами как-то забыли об этом. Сейчас я хочу это сделать. И пользуюсь я в данном случае его статьей, которая так и называется о границах церкви. И опубликована она в частности вот в этом журнале. Это журнал «Церковь и время» номер 2, 98-й год. Ну, перепечатанная, естественно. Так что это просто для вашего сведения. Это журнал издаётся в ОПЦЕСИ. Хорошо, я отметил, прошёлся так по этой статье, отметил кое-какие моменты и попытаюсь довести их до вас. В чём суть его взгляда на этот сложный, я бы сказал, вопрос? Он делает упор на исходную позицию, которая является основанием для практически всех точек зрения. Основание, которое, тем не менее, даёт различные выводы у разных интерпретаторов. Речь идёт о святом Киприане Карпагенском, о его известной формуле, если хотите, известных его словах, что вне церкви нет спасения. Экстра экклезия нуля салюс эст. И отец Георгий пишет, что весь смысл и весь логический упор его рассуждений был в том убеждении, что таинства установлены в церкви. Стало быть, только в церкви и совершаются, и могут совершаться. Правильно. Мысль, против которой никто не может и спорить. И он дальше пишет, что всякая схизма, то есть раскол, для святого Киприана есть уход из церкви. И он добавляет, строго говоря, эта точка зрения святого Киприана никогда не была опровергнута. Её, собственно, никто и не опровергал. Мысль пошла по совершенно другому руслу. Что понимать под церковью? И можем ли мы отразделять канонические и, как он выражается, мистические границы церкви? Вот этот вопрос является главнейшим. Поэтому отец Георгий и пишет о том, что мы иногда видим, что таинства значимы и в расколах, даже у еретиков, что таинства могут совершаться, он подчёркивает, и вне собственных канонических пределов церкви. Это он утверждает как факт, факт, просто факт, который имел место и имеет место в реальной жизни православных церквей. Он пишет, приходящих из расколов и даже из ересей церковь приемлет обычно и дальше подчёркнуто не через крещение обычно, очевидно, подразумевая или предполагая, что они уже были действительно окрещены раньше в своих расколах ересям. Во многих случаях церковь приемлет присоединяющихся и без миропомазания, а клириков нередко и в сущем сане. Что тем более приходится понимать и толковать в смысле признания значимости или реальности соответственных священно действий, совершённых над ними и даже он в кавычках пишет вне церкви. Но если таинство совершается, то только Духом Святым, пишет он. Я пока ознакомлю вас с его взглядами. Святой Киприан, пишет он, был прав. Таинство совершается только в церкви, но это в. Он определял поспешно и слишком тесно. И не приходится ли заключать скорее в обратном порядке? Где совершается таинство там церковь? Святой Киприан исходил из молчаливого предположения, вот оно, что каноническая граница церкви есть всегда и тем самым граница харизматическая. Харизматическая, в данном случае, то есть, благодатная. Святой Киприан исходил, что эти границы совпадают. Каноническая и, как выражается сейчас Георгия, ну, пожалуй, харизматическая. Может быть, мне это больше нравится, чем слово «мистическое». Харизматическое. Сейчас Георгий считает, что и вот это недоказанное отождествление не было подтверждено соборным самосознанием. Церковь, пишет он, как мистический организм, как таинственное тело Христово, не может быть описано адекватно в одних только канонических терминах или категориях. Очень часто каноническая грань указывает и харизматическую, и связуемые на земле затягиваются неразрешимым узлом и в небеса. Но не всегда, говорит он, еще чаще, не сразу. Дальше он говорит об употреблении термина экономии. Экономия. Это, кстати, неплохо вам знать его интерпретацию. Вот что он пишет. В каноническом языке экономия не стала термином. В каноническом языке. То есть, ее невозможно описать в канонических терминах. Это, скорее, описательное слово. Некая общая характеристика. Экономия противопоставляется окривии, как некое смягчение церковной дисциплины. Экономия. Как некое смягчение церковной дисциплины. как некое изъятие или исключение из строгого права. Из-под общего правила. Это, друзья мои, неплохо вам запомнить, просто знать, что такое экономия. Видите, как некое, он все время говорит, как некое смягчение, как некое изъятие. Неопределенное, когда говорят правило, они говорят определенно. Если то-то, то вот это. Здесь он пишет некое то есть канонических нет никаких строгих предписаний и правил, с помощью которых мы могли бы описать термин экономия. Это все время некое X неопределенное. И движущий мотив экономии есть именно филантропия, ну, человеколюбие, пастырское усмотрение, педагогический расчет, всегда довод, как он пишет, от рабочей полезности, то есть от полезности. Экономия, поэтому, есть скорее педагогический принцип, нежели канонический. Это пастырский корректив канонического сознания. вот это имейте в виду. А вот теперь он начинает обсуждать саму точку зрения святого Киприана в связи с практикой допущения крещенных в расколах или даже в еретических обществах, допущения в церковь без крещения, без миропомага, то есть без совершения над ними таинств. И вот он что пишет. Именно с радикальной точки зрения святого Киприана всего менее совместима экономия в данном вопросе. Если за каноническими границами церкви сразу же начинается безблагодатная пустота, и схизматики вообще и крещены не были и пребывает в докрещальном мраке, то, считает отец Георгий, тем более необходимо в действиях и суждениях церкви совершенно ясность, строгость, настойчивость. И никакое снисхождение экономии здесь неуместно и просто невозможно. И никакие уступки не позволительны. можно ли допустить в самом деле, что церковь принимает тех или иных раскольников и даже еретиков в свой состав не через крещение, только для того, чтобы облегчить им их решительный шаг. То есть, оставить их без таинства, без благодати. Вот его какая мысль. если бы действительно церковь была уверена до конца, что в расколах и ересях крещение не совершается, с какой бы целью воссоединяла она схизматиков без крещения? Если крещения там нет, то как же она стала его воссоединять приходящих из раскола или из ересей без крещения? Ну, вопрос задает правильно. Неужели только для того, чтобы избавить их от ложного стыда в открытом признании, что они не были крещены? На справедливые недоумения нельзя ли по аналогии присоединять к церкви без крещения и евреев, и Магометан по экономии митрополит Антоний Волынский, ну, это Храповицкий, отвечал с полной откровенностью. И вот он цитирует митрополита Антония Храповицкого. Мы об этой точке зрения с вами говорили, и я сейчас вам процитирую его. Ведь все такие неофиты, равно и крещенные во имя Монтана и Прескиллы, и сами не будут претендовать на вступление в церковь без погружения, с произнесением слова имя Отца и прочее. Такую претензию по неясному пониманию церковной благодати могут иметь только те раскольники-еретики, которых крещение, богослужение и иерархический строй по внешности мало отличаются от церковного. Обращаю ваше внимание, по внешности мало отличаются от церковного. Им очень обидно при обращении в церковь становиться на одну доску с язычниками и иудеями. Вот поэтому церковь, снисходя к их немощи, не исполняла над ними внешнего действия крещения, воздавая им эту благодать во втором таинстве. То есть, во втором таинстве, то есть, покаяние. Вот точка зрения. Вы помните эту точку зрения. Такую строгую точку зрения. Отец Георгий по этому поводу пишет следующее. Не больше, не меньше, как следующее. Переписываю эту тираду с горестным недоумением. из доводов митрополита Антония по здравому смыслу следовало бы сделать вывод как раз обратно его выводу, чтобы привести немощных и неразумных неофитов к недостающему им ясному пониманию церковной благодати, тем более необходимо и уместно исполнять над ними внешние действия крещения, цитирует он, вместо того, чтобы притворным приспособлением к их обидчивости подавать им и многим другим не только повод, но и основание обманываться тем, что их крещение, богослужение, иерархический строй по внешности мало отличается от церковного и, следовательно, подобен настоящему церковному. И он говорит, и спрашивается, кто дал церкви это право даже не изменять, но попросту отменять внешние действия крещения. Вот это основной, если хотите, нерв, где идет дискуссия. что понимать под фактом, когда церковь принимает из расколу и ересей без повторения, я говорю, о внешней форме, а по существу, без крещения, без повторного или без первого, как хотите, крещения. Что это означает? С точки зрения митрополита Антония Храповицкого и Лариона Троицкого вы знаете, что происходит. Они считают, что вне канонических гранет церкви нет благодати. Отец Георгий Флоровский, как вы видите, стоит на другой точке зрения. Он считает, что если бы не было благодати, церковь была бы обязана совершить это крещение. Нельзя оставлять их без крещения. Он пишет, здесь двоякая неясность и со стороны мотивов, и со стороны самого факта. Можно ли в самом деле совершать таинство силой только одной интенции без видимого действия? Вряд ли. И не потому, что в форме принадлежит какое-то самодавлеющее или магическое действие. Но именно потому, что в тайной действии внешние действия и наитие благодати существенно нераздельны и неразрывны, считает Отец Георгий. Что внешние действия и наитие благодати существенно нераздельны и неразрывны. Дальше он пишет следующее такую серьезную вещь. Конечно, церковь есть сокровищница благодати. Ей дана власть блюсти и преподавать эти благодатные дары. Но власть церкви не распространяется на самые основоположения христианского бытия. Так он выражается. И вряд ли можно думать, что церковь вправе в порядке экономии допускать к священнослужению без рукоположения глаголемых клириков схезматических исповеданий, даже не сохранивших апостольского преемства, восполняя даже не изъяны, но именно полную безблагодатность только в порядке власти, намерения и признания к тому же не досказываем. Так он считает. И пишет даже, и вряд ли достаточно осторожен был Хомяков, он даже пишет, даже Хомяков, то есть относясь с большим уважением к нему. Даже Хомяков, когда в защиту греческой новой практики принимать возобъединяемых латинин через крещение писал Пальмеру. Все таинства могут окончательно совершаться лишь в недрах православной церкви. Это Хомяков, это он цитирует Хомякова. Все таинства могут окончательно совершаться лишь в недрах православной церкви. в какой форме они совершаются дело второстепенное, пишет Хомяков. Вот с этим отец Георгий не согласен. Значит, Хомяков утверждает, что все таинства могут только в лоне православной церкви. А в какой форме они могут совершаться, это дело второстепенное. Мне кажется, эта мысль просто потрясающе гениальная. Отец Георгий с этим совершенно не согласен. А мысль потрясающая просто. Он впервые, если хотите, с полной отчетливостью выразил то, что о чем церковь всегда учила. Речь вот о чем? вы понимаете, мы с вами же говорили. Он не расшифровывает, но я пытался расшифровать. Нельзя смешивать, отождествлять, как это делает отец Георгий фактически, священно действие, совершаемое человеком и дар благодати, подаваемый Богом Христом. Да, эти вещи по установлению Господа, да, большей частью, в основном и главным образом соединяются неразрывно. Однако, эта неразрывность обусловлена многими вещами. Помните, мы с вами говорили, как Кирилл Иерусалимский писал, «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Это поразительно. Те же самые практически слова у Марка Подвижника. Точно та же самая мысль. И это мы постоянно находим у отцов, что таинство – это не магия. Магия что предполагает? Что совершённые действия внешние автоматически уже даёт и то, ради чего совершается это действие. И, безусловно, как закон, как непреложный закон, экс-опера-оператор в силу совершённого действия уже результат есть. оказывается, нет. Нет. Это вот, так сказать, очень важное первое положение. И второе, о чём пишет Хомяков, что формы или форма, в какой совершается таинство, это дело уже, как он пишет, тростепенное. Тростепенное не в том смысле, я обращаю ваше внимание, что это безразлично. Что это безразлично. Это совсем не означает, что крестить не во имя Отца и Сына и Святого Духа, не в три там погружения, а в одно или прочее и так далее. Совсем не это он говорит. Говорит не о безразличии, не о равнодушии, не о презрении к церковной дисциплине. В данном случае вот это вот язык 19 века. Его просто приходится уже переводить на наш язык. В данном случае под тростепенным он разумеет о том, что церковь может и иным образом совершить то же таинство. И церковь не человек, иначе будет полный произвол, я говорю, а священнослужители. А церковь может установить и иной образ совершения таинства. То есть иную форму, при которой человек, верующий, может получить дар благодати Божией данного таинства. Вот это я обращаю на ваше внимание на это. Что церковь может церковь не священнослужить, а церковь может установить и другую форму. Книга Деяния апостольских является в этом отношении прекрасной иллюстрацией. Всюду мы находим что крещается во имя Иисуса Христа. Всюду. Хотя есть попытки как-то там это объяснить, да нет, это все-таки Святая Троица. Ну, знаете, нельзя же совершенно против очевидных вещей идти. Уже слишком. Ничего особенного в этом нет. Почему нельзя было крестить во имя Иисуса Христа? И крестились так. Но церковь установила другую форму и крестим по иной форме. Это священно действие, это форма, это то, что совершается человеком, а дар благодати остается тот же, как тогда, когда крестили во имя Иисуса Христа, тот же дар Божий остается, когда церковь крестит во имя Святой Троицы. Вот о чем он пишет Хомяков. И более того, мысль дальше распространяется, еще дальше, какого рода? Более глубокая мысль, что Господь может дать дар благодати соответствующий сам, когда он сочтет это для человека, когда сочтет человека способным к принятию этого дара. что значит изведение из ада? Что это значит? Это значит принятие всеми ими, всеми, ветхозаветными, будем говорить, праведниками. Чего? Дару благодати крещения. Что что? Только праведниками, да? Не слышу. Только за это неправедниками, да? А что подправедниками? Или есть праведного, не единого? Тогда кто праведник? Иногда у нас есть такие термины, как грешники, например. Причание такое, что там грешники, а мы праведники. И в данном случае под праведниками, разумеется, под праведниками, разумеется, тот, кто стал способен к принятию этого дара Христова. Ну, посмотрите, кого мы называем праведниками подчас. Посмотрите, что делал Давид, что делал Авраам, а Соломон тут вообще уже даже кажется. Так что это дело, это же дело условное, это мы просто говорим словом праведниками, разумеем, вовсе не в том смысле, что это какие-то идеальные, достигшие высшей святости, а под праведниками, разумеем, тот человек, кто все-таки, кто способен еще к принятию Христа. Вот кто праведник, способен по своему состоянию, духовному состоянию. Поэтому, ну, мысль-то главная не в этом, друзья мои, я говорю о другом, что все те, кто были Христом выведены оттуда, все они стали членами Церкви. Ибо вне Церкви нет спасения. все членами Церкви. А членом Церкви никто не может стать, не имея этого дара благодати крещения. Кто их крестил? Где их крестил? Никто не крестил. Благоразумный разбойник. Пожалуйста, второй пример. Иоанн Заталус прямо говорит, что Христос крестил его кровью Своею, исходящей из его ребра. из своего ребра. Пожалуйста, мучеников масса, из язычников, которые также не приняли крещение, а были тут же убиты или растерзаны за то, что объявляли себя христианами. Понимаете, какая глубокая мысль присутствует вот у Хомякова. Это действительно мысль, отвечающая прям существу понимания, понимания таинства. Не магическому пониманию таинства, а существу его. Отсюда следует очень серьезная вывода. Отец Георгий Флоровский он настаивает конечно на том, что если вне канонических границ церкви таинства не были совершены, то их надо, то над ними надо обязательно совершать таинство. Повторно. То есть не повторно, а совершать даже просто таинство. А вот Хомяков первый, а за ним вот Иларион Троицкий, Храповицкий, я не считаю нет. Вне церкви не может быть таинства. Если это церковь, тогда да. Да. Если это не церковь, таинства там не могут совершаться. Не может быть там дара благодати Божией, дара таинств, если это не церковь. Таинство есть функция церкви. И поэтому они утверждают какую мысль. Еще раз вам напоминаю, какую мысль утверждают? Что поскольку форма это дело второстепенное, но она может быть очень различной, то они утверждают, что сам факт покаяния человека, когда он приходит, допустим, из раскола или из ереси, покаяния, отречения от тех заблуждений, которые имели место, этот сам факт является достаточным, достаточным, чтобы форма, то есть священного действия вновь могла и не повторяться. Видите? Ведь действительно это парадокс. Поймите, ведь это же действительно парадокс. Если там таинства с точки Георгия совершаются, тогда что же происходит, когда второй раз совершают эту таинство над ними? Их перекрещивают. Вот тех же католиков, греки, перекрещивают. Получается кощунство. Если таинство совершается там, у них, у католиков. Теперь, если таинства не совершаются, тогда русская церковь совершает кощунство, принимая их без крещения. Понимаете, какой клубный? Эти два принципиально различных подхода, они оба чреваты чем? Неразрешимы противоречия. Если там крещены, нельзя повторно совершать крещение. Если не крещены, обязательно надо совершать крещение. Поэтому различие в практике, о которой, кстати, имело место, имеют, оно ставит нас в тупик. при точке зрения, вот, которое защищает, кстати, отец Георгий Флоровский. В тупик. Мы же не можем сказать, что греки, когда перекрещивают латинин, значит, допускают, я знаю, грубейшее надругательство, веру и воедино же крещение. Или мы допускаем такое же ругательство, надругательство, если мы не перекрещиваем тех, кто не имел крещения. Вы теперь поняли? Вот ведь дело-то какое. Точка зрения вот это Хомякова и прочих разрешает этот вопрос. Но совершенно разрешает вопрос. Повторяться или не повторяться, может, форма священного действия, дар же благодати, дар Христов дается той душе, которой способно принять. И покаяние, как таковое, которое приносит тот католик, англиканин или кто угодно, тот же бактист, и покаяние, которое совершает он, именно покаяние, раскаяние, покаяние, оно и является тем вторым или конечным таинством, которое восполняет, через которое и Господь дарует, вот тот дар крещения. Вот так. Сейчас, сейчас, да. Вот такова, значит, основная идея. Сейчас, сейчас, я закончу. Основное возражение здесь, на эту точку зрения, вы слышали, что тогда почему бы не принимать без крещения там иудеев, там мусульман и так далее. Они объясняют по очень простой причине. Они даже и претендовать не будут на это. У них нет, у них просто вообще ничего не было связано с христианскими таинствами. Просто ничего вообще не было. Никаких даже форм, никаких священно-действий христианского рода и образа и вида просто не было. Просто даже не было. Они даже не будут претендовать на это. Претендовать могут только христиане, которые исповедуют того же Христа основываются на том же священном писании. Только они могут. Вот такой вот момент. Вы чувствуете? Вот какой-то сложный вопрос, о котором идет речь. Можно еще повторить цитату Хомякова? Хомякова? Все таинства могут окончательно совершаться окончательно совершаться лишь в недрах православной церкви. Это католические таинства? Нет, нет. Все таинства могут окончательно совершаться лишь в недрах православной церкви. Таинства крещения и в Харистии. Он говорит о таинствах, а не о католических. О таинствах вообще. Ах, канонически. Нет, нет. По существу, а не канонически. По существу. А, по существу или канонически? Ну, такой, я ж только сейчас приводил вам Иерусалимского Кирилла. Если ты лицемеришь, люди крестят тебя. То есть, канонически всё совершается правильно. Сам он крестит, сам патриарх Иерусалимский. Но если ты лицемеришь, люди-то крестят тебя, то есть, канонически всё совершают, а Дух Святой крестить не будет. Вот разрыв. Я вообще не объяснил, возможно. Там никакого не лицемерия, не понять, почему. Просто не действительно. Что? Не понял. Вопросы о крещении Владимира, это как? Нет, причём. Какого-то неосознания, не лицемерия, там, где-то где-то. Ну, так. А также есть. Так, и дальше. Применьки. Ну, так, так, ну, вы скажите свою... Нет. Да, что? Потому что крещение – это благодать, личность. Да я вполне согласен. Вообще, когда я, вот, как святых отцов, вообще такие ереси говорят, что ничего не понимают. Абсолютно. Такую говорят, просто невозможно. А Серафим Саровский не легче на земле-то прочистился, а на небе непрочащённым остался. Да я же вот, подошёл же, прочистил. Что ты говоришь-то? Вообще, они странные люди, эти святые. Вот если бы они сейчас были, им бы досталось бы на орехи. Они бы узнали бы. Против них бы такую бы написали книжки, что только держись, взвыли бы. Да. Мы должны, друзья мои, понять, попытаться понять, о чём идёт речь. Ещё раз вам повторяю. Не смешивайте дело человеческого и дело Божие. Священное действие и дар благодати. Это два разных явления. Благодать даёт Бог. Ты еси. Помните за литургию? Ты еси приносяй и приносимый. Ты, ты. Священник только совершает вот. Совершает действие, говорит слова. А он таинство не может же совершить священникам. То есть, дать благодать. Архиерей не может дать благодать, рукополагая священника, или отнять благодать, написав бумагу, указ о снятии сана. Вообще уже без всякого уже священно действия. Неужели мы этого не понимаем? Неужели мы этого не понимаем? Что не может человек дать то, что ему не принадлежит? А вот при каком условии Господь даёт этот дар благодати? Вот об этом мы должны говорить. И церковь прямо и определённо учит. Если ты не лицемеришь, если ты действительно с верой искренне принимаешь, да, да, знай, что это священное действие является для тебя знаком, доказательством, убедительной силой, что ты действительно получаешь дар благодати. Если ты приступаешь с верою, благоговением и покаянием. И это каждый переживает человек, кто хоть немножко, так сказать, приобщается этому. А если ты лицемеришь, никакая форма тебе ничего не даст. Как сейчас очень многие венчаются. Потом говорят, а, венчался, и вот у нас всё равно брак распался. А разве не венчались? Разве брака, таинство-то брака было или нет? У них совершенно это ясно. Они просто неверующие люди. Просто неверующие. Почему? Ну, положено, красиво. Потом говорят, и брак будет устойчивый. Вот и всё. Никакого таинства. Почему? Веры нет. Вот о чём говорит Кирилл Русалимский. Если ты лицемеришь. Веры нет. Красивый обряд сделали. Совершили. Вот о чём идёт речь. То есть, таинство – это не магия. Вот что нужно запомнить. Не может заставить Бога, вот совершу сейчас это действие, никуда ты, Господи, не денешься. И всё. И никуда не денешься. Знаете, как помните, священник там «закушу», помните? Да. Так вот здесь. Нет этого. Мы не можем заставить Бога это сделать. Бог входит только в ту душу, которая действительно с смирением, благовением и верою приступает к Тальше. Тогда даётся дар благодати. В противном случае его нет. Вы скажете, хорошо, вот сейчас кто-то крестится. Почему? Ну, волна такая пошла. И какой-нибудь там чиновник, чтобы быть в той же волне, не веря ни в какого Христа и Бога, крестится. Да тем более, если ещё, допустим, там какое-то высокое иерархическое лицо крестит. Не меньше. Если он высокий. Чем выше чиновник, тем выше и церковный чин крестит. А никакого в Бога, допустим, он и не верит. Так, крестился он или не крестился? Слушайте, слушайте. Мы никто не знаем. От нас это сокрыто. Вы слышите? От нас это сокрыто. Мы не знаем души человеческой. Но зато мы знаем другое. И очень важно. Очень важно. Вот сейчас он крестился, а потом, может, он придёт через 50 лет, когда он действительно обратится вдруг ко Христу. Вы слышите? Сейчас он, допустим, не верил. Второй раз его крестить не будем. Священно действие повторять над ним не будем. Хотя бы мы тогда прям были уверены, что человек неверующий, я не знаю, понятно, да, совсем не будем. А почему же? Мы знали, что он неверующий. Знали, что крестится просто так. Почему не будем? Священное действие – это то, что совершается человеком. А дар благодати Божией зависит от состояния души. И если он, мы, учение церкви уже, если он действительно, в конце концов, раскаивается, обращается к христианству и ко Христу, то Господь, видя это, в таинстве, через таинство тоже покаяние, дарует ему тот дар, который тогда он, возможно, и не получил. Мы не знаем, но, возможно, что он и не получил тогда. Но мы всегда что? Мы не знаем, почему мы так и относимся, почему повторения не делаем. Если было хоть раз совершено это священное действие. Тайна души человеческой для нас остаётся тайной. Ну, вот примерно вот такое, значит, возможно, объяснение. А вот когда, если греки при обращении к христианству совершают полностью, то это получается, когда они как форму совершают что-то, так у нас не... Почему форму? Если к христианству католики обращаются, то церкви через состояние греки полностью совершают. То есть, у них получается, ну, и у нас получается, но, если честно, что здесь форма нового христианства совершают. А греки, если полностью пытаются, то у них это тоже получается, да? Дело в том, что вы смешиваете разные вещи. Мы пытаемся с вами понять, как это возможно, как это возможно, что одна церковь верит, греческая церковь верит, что католики там не были крещены и повторяет, то есть, или совершает крещение. Другая церковь верит, верит, что крещение, возможно, там было. То есть, ну, было, допустим. И поэтому совершать его не надо. Вот две церкви верят же, правда же? Если бы мы не верили, мы же перекрещивали бы, правда же? И греки, если бы не верили, они бы этого тоже не делали. Мы пытаемся теперь богословски осмыслить. А как же это возможно? Не погрешает ли какая-либо тогда из церквей здесь против таинства крещения? А и та православная, и эта православная? А какого же православного тогда учения? Или одна из церквей тогда прямо погрешает, и надо тогда объявить её юридическое? Или за то, что она перекрещивает, или за то, что он не крестит? Как понять-то? Каково же православное учение? Вот мы о чём говорим. Вот о чём. Мы говорим об учении православном, когда видим две различных практики. Вот в чём дело. Каково же православное тогда учение? Ведь если мы смотрим так, что там таинство есть, у католиков, допустим, тогда погрешает та церковь, которую вновь совершает. Если мы считаем, что там таинства нет, у католиков, тогда погрешает та церковь, которая не совершает таинства. И там православное, и там православное. Что делать? Что делать? Каково же православное учение? Русское или греческое? Ну, допустим, я к примеру говорю. Какое православное учение? И вот точка зрения. Вы слышите? Точка зрения. Оказывается, она поднимается над этим и показывает, что с богословской точки зрения, а что значит с богословской? То есть попытка сказать, что с церковной точки зрения, с христианской, с православной точки зрения, и та, и другая практика могут иметь место без погрешения в истине. Как же это может быть? Вот мы объясняем. И вот мы объясняем, что в таинстве покаяния, в таинстве покаяния, Господь может дать этот дар благодати крещения, даже в том случае, если там крещения нет. И в таинстве покаяния человек приобщается к церкви, если крещение там было. Разрешается эта проблема. А то, что мы можем так учить, об этом говорит история церкви. Ветхозаветные мы назвали праведники. Как оказались крещены? Ясно. Разбойник. Как оказался крещен? Мученики многие христианские. Как оказались крещены? То есть оказывается, да, мы понимаем, что священно действие внешнее и дар благодати – так, это оказывается разной реальности. Нет священно действия снятия сана. И архиерей не может отнять благодать. Не он отнимает благодать. А кто? Христос отнимает благодать. У кого? Кто уже ведёт постыдный образ жизни. Он уже не имеет права служить. А дар благодати у него уже отнят. Архиерей констатирует, констатирует, он уже не священник. Вот только и всего. Так, ну, ну, вы дуэтом. До и ре, вот так. Я же знаю в пении. До, ре и вместе. Ахт воскресения Христова он уже не имеет права, получается. Что, что? Ахт воскресения Христова. Что? Не временной. И если вы говорили, я не знаю, это правильное, которое приняли, вот так, вещей. То, например, если я не крещен, то я не умираю в лесу. И мы некому там совершить, надо мной. Да, я просто вот, исповедую там свои грехи, на то, что мы не знаем, Христов и Божьем. Но, друзья, я надеюсь в этот момент, что мне будет рада это благодать Христову. Без спорта, что вы говорите. Я вам только что привел целый ряд примеров. То есть, кто? Да, таких. Примеров из истории церкви. Прямо это же в святцах же мы видим, очень не просто кто-то считает, что они святые, а в святцах же мы находим. Мы сейчас можем найти и указать. Вот он. Не принял даже крещение. А в Евангелии что написано даже? Если кто не ест плоти Моя и не пьёт крови Моя, не имеет жизни вечной. А он не только не этого, даже крещение не принял, и мы его в святцы. Мы чаще сцоваемся на учениках, говорим, что они крови стоят, даже о никакого учения без старых. Ещё раз повторяю. Господь видит душу человеческую. Мы судим только по форме. По форме. А Господь видит душу. Помните замечательный какой есть в Патереке случай? Один старец, пустынник, один старец, пустынник, посылает своего ученика, утром встаёт, сходи в такой-то монастырь женский и скажи, кто там умер? Я видел, как столб огненный от земли поднялся на небо. Какая-то великая праведница скончалась в этом женском монастыре. Ученик пошёл, приходит туда, приходит туда, спрашивает игуменю, говорит, нет, у нас все по милости Божией все живы и здоровы. Собирают всех, все живы и здоровы. В полном недоумении. С одной стороны, знали, что этот человек в святой жизни, в великой, вдруг присылает специально ученика, чтобы узнать, какая великая праведница скончалась в монастыре. Он видел. Все живы и здоровы. Наконец, какая-то монахиня, ну, не знаю, вот видите ли, вот у нас ночью там за стеной монастыря скончалось это. И называет её, которую все знали, как проститутка в городе. Она что-то прибежала к монастырю, но Господь оградил нас, и она не вошла в монастырь. Оказалось, вот какая праведница, как столб огненный, взошла от земли к небу. Она действительно так в монастырь не вошла. Но она действительно пришла куда? Она пришла в монастырь. Видимо, она так раскаялась, так раскаялась во всём, что умерла великой праведницей. Представляете? Ой, как мы смотрим на внешность и забываем о том, что всё внутри человека совершается. Так вот, друзья мои, мы с вами, да, как всегда, мы очень, да. Так вот, точка зрения, значит, вы поняли, точка зрения отца Георгия Флоровского. Так вот, дальше я продолжу Хомякова. Ещё можно пару минут, чтобы нам уже не возвращаться потом к этому. Он продолжает цитировать Хомякова. Примирением с Церковью. Примирением с Церковью таинство возобновляется или довершается в силу примирения. Несовершенный еретический обряд получает полноту и совершенство православного таинства. Ну, через покаяние. В самом факте или обряде примирения заключается в сущности повторение предшествовавших таинств. Он пишет, в самом факте или обряде примирения заключается в сущности повторение предшествовавших таинств. Следовательно, видимые повторения, крещения или миропомазания, хотя и ненужные, это подчёркивает отец Георгий, а пишет это Хомяков, хотя и ненужные, видимые повторения, не имеет характера заблуждения. Повторение, крещение и миропомазание, повторение священно действия, хотя и ненужные, не имеет характера заблуждения. Оно свидетельствует о различии в обряде, но не в понятии, то есть не в содержании. Это то, что я вам сейчас объяснял. Это не заблуждение даже, если там повторят этот обряд. Получается, как на всякий случай, что ли? Нет, 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 вера, нет, еще прослушали. Вера данной церкви, данной поместной церкви, вера, а не на всякий случай. Данная поместная греческая церковь верит, что надо перекрещивать латинин. Данная русская православная церковь верит, что можно не перекрещивать. Можно. Да, можно. Если бы, например, попросили перекрещивать, у нас перекрестили бы, да. И мы бы ничего не увидели в этом, не увидели заблуждения. Вы слышите, какая интересная вещь? Что и в русской церкви, если, например, просят, я прошу, чтобы на том и совершить и крещение, мир помад, тот же католик. Можно это сделать. Ведь формально это абсурд. Как это можно повторить второе искрещение? Так? Вы никак не поймёте. Да, да. Получается, если мы верим в одно время, что, так сказать, Бог дает Бога, это только Бога, значит, мы не можем исключать того случая, что и в католической церкви человек может, если так будет, полноценным причём, может получить, так сказать, благодать Божию. И если при переходе в нашу церковь, тогда смысл этого покаяния или крещения, допустим, в человеческом церкви? Отвечаю. Отвечаю. Поскольку мы не имеем точного знания об этом, то мы руководствуемся канонами. Канонами и практикой церкви. Понимаете? А точного знания мы не имеем, ибо мы все согласны с Киприаном Карфагенским, что вне церкви нет таинства. Так вот вся суть в том, что мы не знаем. Не знаем, понимаете? В какой степени католическая церковь, есть ли эта церковь или не церковь, мы до конца не знаем. Хотя мы, вот, говорим множество каких-то заблуждений, ересей. Мы не знаем до конца. Помните, как я писал? Как Василий Великий пишет, как ещё не чуждых церкви. То есть, кажется, что-то сохраняется. И вот мы не знаем. И поскольку мы не знаем... Вы знаете, даже священник, если придёт человек к нему, он его спрашивает, он хочет креститься. Вы крещены? Не знаю. Что делает священник? Ащи. Ащи. Вот видите? Вот видите? Вот видите? Значит, это такой вот всё-таки формы, как бы, предупреждения, что ли? Или это всё-таки, кто умеет знать? Ну, если хотите, это практика. Такая практика вот церкви. Да. Поскольку мы не имеем твёрдого, твёрдого знания, то мы делаем вот так. Как бы, если он где-то такая предупреждаемость, то ли не предохраняем себя от того, что он может быть человеком, и что-то не крещенник. Скорее, это больше всего отрицательного. Да. Ну, вот так именно. Ащи-не получается. Равносильно тому, что ащи-не. Пожалуйста. Мы можем принять и, не перекрещивая, можем принять и перекрещивая. И вот я пытаюсь вам объяснить, почему это возможно? Как же это возможно? А вот это, вот, в том и решение заключается в том, что поскольку мы не знаем этого, но знаем точно другое, знаем точно другое, что дар благодати даёт Господь. А не факт совершения священно-действия. Не сам по себе факт, а даёт Господь. То в данном случае мы и возлагаем на Него это упование. Вот в чём причина. Вот в этом вся суть. Это один, я, кстати, очень... Вот то, что наша дискуссия, она показывает, что это один из труднейших вопросов. Почему все о границах церкви, это все и постоянно эти разговоры идут, вот в чём соль, если хотите, этого вопроса. Вот здесь. Это самая точечка. И основное здесь непонимание часто, с чем связано. Что канонические границы церкви и харизматические совпадают или нет? Первое. Священно-действие безусловно уже сопряжено с даром благодати Божией. Совершенное священно-действие безусловно уже низводит Святого Духа. Или не безусловно. Или можно совершить священно-действие, а даром благодати быть и не может при каких-то условиях. Условия, причём, священное предание учение церкви совершенно однозначно говорит. Вот это слова, как знаково я скажу. Если лицемеришь, Дух Святой крестить не будет. Но кто узнает об этом? Иногда это видно. Большую частью мы не знаем. Вот пример свинчания. Пойми их там, верующие или неверующие. Бог это знает. Мы же должны поступать по правилам церковным, поскольку мы этого не видим. Поэтому принимать таинство в другой церкви, в другой церкви, это абсурдно. Это просто безумно. Почему? Потому что ты не знаешь. Примешь ты таинство или мыльный пузырь? Поэтому мы придерживаемся чего? Остаётся у нас только одно. Только одно. Каноны остаётся. Должны держаться вот за каноническую сторону. Другого просто у нас нет пути. Решить мы сами не можем, поскольку это связано с тайной души человеческой. Даже в самом лоне, даже в православии. Представьте, мы не знаем, крестим, как он на самом деле или нет. Что нам, через день опять его крестить? Ну, конечно, нет. И так поэтому спрашивают, крещён или не крещён. А его, может, и крестили-то в детстве, он потом и никаким христианином всю жизнь не был. Приносит его, наконец, в церковь. Вы спрашиваете, крещён или не крещён. Вы подумайте. А, крещён, ну ладно, тогда будем отпевать. Может, можно сомневаться вообще в своём крещении? Сомневаться может только тот человек и имеет все основания сомневаться, если он видит, что у него никакой веры нет. Тогда он может сомневаться. Если он не верит, тогда он может сомневаться. А если он верит? Верит. Потому что я верю во Христа и верю в Бога, и хочу верить. Тогда мы не сомневаемся. О, я не слышу сразу со всех сторон. У меня только два уха, а голосов много. Да. Вот. Ну, хорошо. Я понимаю, что этот вопрос очень такой живой. Нас с вами. Да. Ну, не знаю, может быть, поговорим ещё. Вы знаете что? Вы пытаетесь формулировать вопросы только, так сказать, ну, чётко и логически неотразимы. Так. И мы тогда попробуем с вами ещё поговорить. Ну, хорошо. В честнейшем теории, безплавляющей стороне и терапии, везде не было основано, а в честной пограничной печали и в семье. Васильевич, пожалуйста, не так, полиция. Сейчас отдавайте. Да, потому что там полиция, логика железная. Там нечего сдавать. Я хочу такой вопрос. По поводу вот этих вот подсветок у лавской колокольни, как вы относитесь? Ну, я молчу. Я тоже молчу, но всё-таки. Ну, как, да, вообще. Духовное становление личности. Надо учесть, что мы все же люди немощные. И у кого-то всякое может быть. Кто-то что-то видит во многих вещах, что-то положительный момент, другие считают, что это отрицательный момент. Знаете, есть много вещей в нашей жизни, которые вот так однозначно определить нельзя. Потому что они во многом зависят от того, кто это делает, от его духовного состояния и понимания. От его духовного состояния. Вы знаете, то, что сделает один человек, это может быть доброе дело. Если другой это же сделает, он может совершить грех. Это понятно. Вот в чём дело. Поэтому зависит от духовной... То есть... Поэтому надо смотреть не на то, как правильно или неправильно, а на то, как это способствует, это, так сказать, ну, что-то какое-то христианскому влиянию на душу, так сказать, и так далее. Вот с какой точки зрения надо только смотреть. А мы все люди можем... Мы все смертные, и все можем заблуждаться. Кто-то ищет внешний эффект. Американцы прямо говорят, у нас всё должно в церкви развлекать. Я, понял, возмутился на это. Потом остановился. Американцы как-то по местной церкви. Американцы вообще всех сделали. Все. Да, и партистанты, и все. Всё должно развлекать. Ну, в основном партистанты это говорят. Кто меня видел, мы тоже к этому стремимся. Правда же. А возьмите какой-то... Только возьмите хор. Ну, правда же здорово, когда это поёт хорошо, это же просто великолепно. Просто ничего не скажешь. А святые отцы категорически против сладкого пения. Категорически против. Просто в силу отмерщения современного человека это может быть ещё одной такой точкой проповеди, или нет, или таком-то патрульным звоном своеобразным, световым. Да, подчас просто мы, знаете, уже как решаем вопрос не между да и нет, не между добром и злом, а выбираем из двух зол меньше. Всё ясно. Вот так. Но вообще, если идеал наш не превосходит нашей головы, то, конечно, это будет... То есть есть на каком-то уровне вещи, которые для каких-то людей будут вредны, а на каком-то уровне они полезны, да? Да, да, да. Если святого Серафима Царовского пригласить показать эту колокольню, он, конечно, ахнет и говорит, что это такое. Может, может быть. А если, допустим, к дискотеке человека привезти и сказать, он, может, я скажу главу? Да. Может, для него это полезно? Совершенно верно. Правильно рассуждаете. Совершенно верно. Всё зависит от уровня. Что хорошо для младенца, то плохо для взрослого. И наоборот. Алексей Ильич, простите, вот такой вопрос, который сейчас иногда поднимают на радио Радонежа, или интерхизданиях, вот по поводу отца Мброси Юрасова, что он говорит, что если вот, типа, крещены обливанием, то крещение действительно надо что-то перекрещать. То есть, ну, о чём мы говорим, в связи с вами, когда мы знаем всё. Разве это можно? Вот это вот, это очень пукающие эти вещи. Настолько мы категоричны. А песком, если когда человек окрестит в пустыню, это как? Действительно или нет? А эти вот тоже сейчас говорили, эти мученики. Ну, что это такое? Да, это просто этимологически подходим к слову крещения, погружения. Господи, разве в этом суть-то состоит? Это только внешний образ того, что должно происходить с человеком. Он, мы не даром сказали, крестимся в смерть Христова и воскресение. Вот ведь это же, это только внешний образ, понимаете, того, того, что должно происходить в душе человеческой. Это как бы, это можно сказать, что это традиция, которая действительно, ну, рекомендована церковью для исполнения, в общем-то. Ну, пожалуйста, да, пожалуйста. То есть она наиболее должна быть употребима, но, возможно, при определённых условиях, так скажем, что и как-то по-другому. Ну, конечно. Ну, Господи, попробуйте погружение. Ну, где это? Это же только не так многие могут это совершать погружению. И одно дело когда-то было, а другое дело, когда сейчас. Это же не так просто. Ну, что вы? Это форма. И когда мы держимся за форму, ой, как часто мы тогда теряем содержание. Очень часто. А нужно бы как? Сие делать и того не оставлять. Вот это нам трудно. Мы всегда вот шарахаемся. У нас ведь нет серого. У нас только чёрное и белое. А жизнь-то как раз, ну, вся серая. Мы только сдвигаемся ближе или в ту сторону, или в другую сторону. И в зависимости от тенденции, мы говорим, правильно ли нет. Вот он от черноты идёт, движется к светлости. На самом деле, ещё он не перешёл даже и середину. Мы уже говорим, ой, хорошо. А другой, напротив, кажется, из светлости прямо сияние движется к черноте. К этому бедный человек куда-то пошёл. Видите, как всё относительно и слабо. Хорошо.